Вадим Сокровов, сопредседателем общественной комбинации в СГУ. На сегодняшний день я являюсь руководителем Роскообщиневанской общественной организации, достаточно крупной и одной из старейших. Я, как ветеран Народного фронта Латвии, участвовавший в его создании еще на уровне неформального и 10 лет осветившей участие в политике латвийской, а сейчас пытаюсь как-то внедриться в общественную жизнь нашего государства снова, после 20-летних перерывов. И возникла такая мысль, что в течение 30 лет государство не разговаривала с национальными общинами в Латвии. Этот вопрос очень запущен. произошел Роскоу, без того, как его принято взять. Я так думаю, что пришло время. открою, не говорить об этом. Если у нас получится такой цикл разговоров по душам, под лозунгом «Латвия – это мы». всем свободным гражданам Латвии и являемся Латвией вместе. Поэтому нам нужно разговаривать. Только разговаривание с собой можно понять друг друга. причем без всяких претензий и бездятости. Сегодня лучше разговаривать на русском языке. Вот когда первые выпускники национальных школ наравне с получением образования с изучением своих языков родных получат полное образование на Новатышском, тогда эта проблема пропадет. Мы сможем такую же беседу о разногласиях в обществе проводить и на Новатышском. Сегодня это можно не всегда. Поэтому такое предложение. Пусть нас слышат все на том языке, а как вы лучше понимаете. Ну, я согласен с этим. Потому что здесь я понимаю прекрасно латвийский язык, но мои разговоры в латвийский, конечно, немного… И мне трудно выразить полностью эмоционально свои мысли. Потому что когда я спорю одно язык, тогда эмоциональность появляется как-то дополнительно, когда ты можешь сказать, когда тебя могут повинять. Потому что здесь неправильно я хотел бы сказать, что беседа происходит в нашем седьмом этаже. Галерея Рига, по-моему, да, называется? Хэгхэ-хэгэ-ах-мусей. Музей для Удага. Преклазка Бидлыя. Удага Видлыя, да. Спасибо. Это действительно за последнее время стало территорией свободы. Где обмениваются люди на разных языках, разных ситуациях, и здесь чувствуется достаточно очень комфортно. комфортно и очень спокойно и очень теперь будем говорить раскованно о тех мыслях, чувствах, обо всем, что у тебя может быть где-то. Я бы не сказал, что тревожит или беспокоит, но на которую ты обращаешь внимание. Да, проблем в обществе много. Вы очень правильно сказали о тех чувствах, которые можно передать именно на родном языке человека. Соответствующей национальности. Я это очень хорошо понимаю, будучи исконно, так сказать, латышом по национальности, для него гальцем. Одной ногой я стою в одном обществе, другой ногой в другом. Ибо никогда в своей обществе я не учился, вырос, отдам, упился. Я с детства помню ситуацию, когда на громких разговорах на алтышеском языке, где-нибудь в общественном транспорте, весь трамвай, допустим, оглядывался. О, это вот и шут. А какая коннотация была? Удивление, отрицание или что? Ничего негативного. Удивления не было? Ну, такое удивление, что вот, вы знаете, бывает. Да. Я еще вот рассказывал уже еще одну историю, когда по молодости работал в общественном торговом партнере. И жил в общей житве. Приехал из России парень, устроился, подселился нам в комнату. Очень восхищался жизнью в Риге. В то время в России намного хуже все это выглядело. Сколько здесь магазинов, что и купить что-то можно, и чисто, и красиво. Он принял первое решение, что будет жить, потому что все устраивает. Спортивный плохо. Ну, как-нибудь, когда-нибудь, в очередь там дождусь. Есть ведь одна проблема? У Латышей много. Это конкретный разговор, в котором я участвовал. Это было сказано мне. Он, наверное, заботозно во мне в Латыша. Но это было тогда смешно, потому что так серьезно к этому мы не относились. И об этом глубоко не задумывались. А сегодня, оказывается, что на этой основе у нас большая трещь, чем в обществе. Как вы на это смотрите? Дело в том, что, да, здесь получается, что такие разговоры, возможно, были, я не спорю. Но это частность, это нельзя обобщаться. Ну, через частность выражается общее. Для того, что, конечно, мне трудно сказать. Я с этой ситуацией сам не сталкивался, не буду. Хотя я все вырос в Риге и как-то здесь. Какой-то, возможно, был какой-то холодок небольшой. Он всегда существует с разными людьми, с разным менталитетом. Это, точнее, неизбежность. Ну, у меня есть сын-то бывает. А сможем быть. Да, да, да. Менее озабоченных. Но я хочу сказать за то, что когда так получилось, что я все-таки долго не жил в Атвии, да, ну, в какой-то период, вот, да. И когда я в 91-м году вернулся, то и когда вот эти события были, то настроение было, вот, например, с цельской личностью и кем-то. Я и мама мне говорила, да, с небесным. То есть она говорила, что маленькая семья быстрее найдет, чем порядок, чем большая. Это было, ну, мнение 91-го года. А то, что национализм все равно, ну, 3-5 лет и потом сойдет, да, потому что мы столько живем, это всегда всплеск какой-нибудь будет, а потом все это устаканится. Мы, ну, сколько лет вместе, то есть, и это все сойдет. Ну, видите, как получилось, то есть. А и второе, и еще раз. А первое было, что маленькая семья наведет, представитель, что большая. Ну, имелось в виду, что в Атвии девица, большой России, и здесь мы наведем. Но дело в том, что навести порядок без того, чтобы вместе существовать и договориться о совместном бытие и житии, то, оказывается, порядок навести сложнее, да. Вы обратите внимание на наши показатели 91-го года, практически были по республикам родных, а сегодня Эстония, ну, фактически, на 1-3-е переезжает минимум. Да, у них даже в момент кризиса они нам помогали, потому что они же создали, у них был вот, поэффициент бюджета, у них был запас. Из этого запаса они помогли нам, когда был этот, а у нас дефицит был. Ну, они первыми начали реформу. Я помню, когда люди, приезжая из, наши, приезжая из Эстонии, удивлялись, какие там страшные цены с нашими деньгами, там вообще нечего делать. Они первыми начали реформу, первыми приезжали вот этот подъем страшной цены. Ну, ребят, да, да. И первыми у них появились итоги. Здесь есть еще маленький нюанс, который я не хочу приводить всю социологию австрийскую, да, которая здесь, а там приводится различие всех наших трех республик, да. И знаете, достаточно любопытно, то есть она, часть я взял, много конференций участвует, то есть здесь рассматриваются три наши республики, да. В трех плоскостях. Первое, в культурологическом коде, а культурный код зависит в том числе и от религиозных убеждений, да, то есть здесь удорожено. То есть здесь литовцы, ну и поляки в основном тоже, они все католики практически. Истонцы практически католицизма там нет, там практически партистанты в основном, да, ну, павосоны являются везде. То в Латвии здесь у нас все три общины разноправные. Ведь католики, протестанты и богословные составляют практически по 1-3 численного отношения. А через религиозные убеждения входит культурный код. Сложность в Латвийской, я имею в виду, многобразия общества. Второе, это то, что здесь есть, как вам сказать, та государство уже состоявшееся, которое может помочь в этом моменте. За эстонциями, безусловно, Финляндия. Финны всегда ощущали эстонцы, знали, что на них можно опереться. Всегда есть та же брат, которая подскажет как-то это. И сейчас на сегодняшний день Хейсинг и Таллин практически совместны. Здесь вот это ощущение, что за тобой кто-то есть, который может поддержать момент и заступиться. Он всегда есть. За Литвой больше, какие бы ни были сложности между поляками и литовцами, но речь воспалитая с такой исторической... Поляками, живущими в Битве. Ну да, да. Там немножко получается... Поддержку больше Литвой. Да, да, да. Поддержку всегда может Литва рассчитывать на большую. У нас здесь получилось, что в Атвии одновременно как бы поддерживают Дания. Помните, было. Потом шведы в момент Карла Рубинта, когда он был премьер-министром. Но на сегодняшний день я понимаю, что скорее всего ориентирование идет на Соединенные Штаты Америки. Неудобно сказать. Но вот такой страны, которая бы непосредственно ты мог бы обратиться к тебе посоветовали. Ну, конкретно, понимаете. Как и переход, все-таки, от социализма к капитализму. Вот одна такая трансит достаточно сложная ситуация. Это второе, да. И третье отличие заключается в том, что есть и в Литве. Там основа государства достаточно большая, да. Ну, с точки зрения Литовского княжества, знаете, ну, как бы основы. И сейчас Польская и Лоскоязычная достаточно незначительные составы населения. И они, как бы, просто делают свои дела. Строят государственность и все так. В Эстонии, получается, там большая такая политика достаточно разделенного общества. Эстонцы уверены в себе. И они, как бы, где-то есть такая граница, да. То есть здесь, ну, русские социологи. Русские проживают компактно. Да. И там большие грязи. Да, северо-восточные. Ну, в Сталине, конечно, там другая. Но, в основном, компактно там. И есть такая незримая, как бы, эстонцы, да. Они знают, что есть, но они в себе не устраивают практически. У них, кстати, достаточно редкие межнациональные банки. Я могу ошибаться, можно посмотреть, кстати. Я имею в виду сейчас социологов, которые появились здесь на следы независимых. Вот. То в Латвии сложилась ситуация, когда обе общины чувствуют себя, как национальное общество. Ощущая себя, они уверены. Совершенно правильно. Они обе неуверены, понимаете, в чем дело. Ни одна, ни вторая. Договориться толком не можем, да, пока на сегодняшний день. И в это же время ищем защиту извне. Понимаете? И это тоже все, вот этот. В Латвии оказалось достаточно сложным, экологическим. То, что нет, это страной. И здесь я не завидую тем руководителям, которые досталась вот такая сложная, отличная, накопательная сторона, которая имеет в то же время как ресурс развития. Ну и экономическое, географическое положение. Традиционная Рига, да. То есть вот тут нечего, это вот мегаполис со своими, по-моему, изучающей историей. Да, то есть, понимаете? Но этим надо уметь воспользоваться. Здесь простые решения практически приводят всегда, может быть, к отрицательным результатам. Я еще раз говорю, я просто описывал картину, насколько сложно. Я бы хотел добавить в вашей картине еще несколько штрихов. Ведь как вкладывался менталитет нации, модное слово, некоторые его отрицают. Но есть такое явление, как менталитет. Ведь с тех пор, как в 1201 году монах Альберт высадился в Ливском рыбацком поселке под названием Рига и стал крестить эту местность. Вслед за ним пришел Тартунский орден и отделился от него Ливонский. В результате этого помещения оказалось, что барон немец крестьянин латыш. То есть государственной своей латыни тогда не было. Были княжества, которые воевали между собой, воевали с литовцами, с эстонцами. И орден предлагал помощь слабому княжеству, чтобы разбить обижающего сильного. Сильного разбивали, а со слабым орден справлялся сам. В результате зарождающихся знать вырезали, остались крестьяне и немецкие бароны в основном. И поэтому менталитет нации складывался вот такой крестьянский. У нас потомственной аристократии нет. среди латышей. Наша верхушка общества – это от образования и от бизнеса, которые развивались уже в последние 100-150 лет. Это вот одна часть. Поэтому в менталитете большая разница между ментовцами и латышами. не хочется углубляться, но это чувствуется. Как его крестьян согнуться, но не сломаться из себя на уме. К тому же в годы советской власти произошел еще один катаклизм. В качестве первого удара по Крущевской оттепели, недовольные хрущевской оттепелью, может быть, как-то сейчас называют про-сталинские круги партийные, организовали здесь выездное заседание ЦК по разбору буржуазного национализма существующего в Латвии. То есть это была проба пера перед тем, как снять Хрущева, как это общество проходит. В результате здесь было снято все руководство, вся верхушка, насколько я помню, премьер-министр стал директором музея, ну и так далее. Министр Семензия Никонов тоже тогда поставил? По-моему, это все сняли. В результате приехала команда московских латышей, во главе Старшин. И в отличие от строительства коммунизма в Литве и в Эстонии, в Латвии стал этот коммунизм строить намного интенсивнее в пользу, естественно, закрытой экономики, в пользу центра. В результате промышленность в Латвии повысилась в 51 раз за годы советской власти против того, что было до революции. А ведь до революции Латвия была одним из промышленных торговых центров империи. Первый российский автомобиль, в общем, произведен был в Риге, между войнами здесь тоже промышленность и торговля развивалась. Владимира знаменитая Минокс. Даже самолеты делали. Да. То есть это было уже неплохо, и имела Латвия свое место в международном разделении труда, место в международной торговле, что было потеряно за годы советской власти. Но промышленность развилась в 51 раз. Развилась это хорошо, но нужно было бы столько. Как это уже говорят, что в основе была более высокая, высококолитерная рабочая сила, которая здесь была, плюс, прежде, завозная энергия, материалы, сырье, остаются люди, отходы, и как бы везде в СССР все-таки нищета. С этим мы остались. Многое что потеряли. Плюс менталитет. Если в Литве он был более острый, и этого несчастья, что случилось в конце Хурча-Скрылцеве, у них не было. Их первый секретарь, промышленность Ленина, пережился сталинской репрессией, и он не был коммунистом, но все-таки национальным коммунистом. А у нас уже местные интересы, отошли второй план после такой смены власти. В результате иммиграция такая была, и это с промышленностью и прочее. И плюс менталитет, который он сказал, который сложился веками, без аристократических ролей, так скажем, в живых латышей. Тоже как анекдот, но это правда, если в Литве два человека, случайно встретившись в автобусе, передавая деньги на билет, переносятся пару слов по-литовски, разойдутся и не поймут, что они оба не литовцы. Они за литовцы другого приняли. Если вы едете в такой ситуации, два латыша, могут не понять, что они латыши, но по-русски перебросить пару слов. То есть ситуация сильно у нас изменилась, намного труднее в этом смысле из нее выйти. А что труднее? Куда вы хотите выйти? Именно выйти хотелось бы из такой ситуации, что мы 30 лет на каждых выборах боремся за независимость. Нет. Потому что есть сопротивление. Потому что есть сопротивление. Как мы... Не, подождите. Вы, опять же, вы сказали, вы хотите выйти. То есть выйти из того, а куда? Что является идеалом? Идеалом единая политическая нация. Политическая нация. Для меня является идеалом единая политическая нация. А что подразумевается под этим? Вы знаете, я один вам скажу вопрос. Я с 1998 года, когда появилась первая программа интеграции, еще и Женя Авдермана по лентуализации тогда руководил, по-моему. И тогда вот мы обсуждали первый программ интеграции в 1998 год. И как сейчас помню, мы приехали в Далу, просто там было человек 30 сидело. И я сказал, давайте вот для начала каждый самим скажет, что он понимает под интеграцией. И что получилось? И что получилось? Я понимаю под интеграцию создания политической нации, независимо от низического происхождения, языка и всего остального. На основе социально-экономических интересов всех общества, всех граждан. То есть многосостояния, развитие экономики и прочее, прочее, да? А есть понятие интеграции на основе латвического языка и культуры. Так вот, если вы хотите интеграции на основе латвического языка, то какое-то изменение культурного кода, это является ассимиляцией. Здесь, понимаете, в чем дело… Кода является ассимиляцией. Да, вот поэтому, когда вы хотите выйти, понимаете, здесь вопрос. Я не с таким вот тем, что мы говорим. Он говорит, сейчас происходит вопрос… Я говорю, многие же уезжают, там, в том числе и русские, и все, ну, как бы, покидают Латвий. И хорошо, это очищение, процесс очищения в Англии. Вы знаете, а вы понимаете, в чем дело? Нужно ли при этом менять культурный код? Нет, если вы интеграцию имеете в виду это… И второе, я хочу вам сказать, вообще, программа интеграции, как такое, на Западе, это интеграция иммигрантов. Это иммигрантов, понимаете? И если мы всех русских и русскоязычных считаем здесь иммигрантами, то это данная проблема в том, что эти люди сами себя не считают иммигрантами. И в этом состоит вот эта принципиальная разница. Дело в том, что есть вещи, которые мы друг другу говорим одно и то же, а подозреваем абсолютно разные. Я думаю, в наших разговорах мы дойдем на истину, на сути. Ну нет, ну истина только позже, а каждый по-своему. Ну хорошо бы, чтобы вы клонили. Мы можем говорить об этом по правде, как это ощущаешь. Правда – это то, что ты считаешь без никаких домусов, умусов или замусов. И ни второго дна. То, что ты считаешь правильным для себя, это для тебя является правдой. Она не абсолютная. Так у нас тогда есть тема для разговора об интеграции. Ну поэтому мы продолжаем. Куда? Да, я хочу выйти и дойти. Вот что является идеалом для вас? Когда здесь не остается, я так понимаю. Ну все будут выдержать. Понимаете, нам не нужно изобретать велосипед. В принципе, в мире примеры есть и неудачные, и те, что нам годятся, и те, что может существовать без проблем, но для нас они могут не подходить. Это большая тема. Я сейчас могу только констатировать одно, а потом мы к этому и может вернемся. Не на основе лотерического языка и культуры. Языки и культуры каждая община должна соберечь свои обязательства. И в то же время знать и уважать соседов. Да. Не имея полного образования на языке государственном, человек уже не будет иметь тех же возможностей. У него в законах те же права. То есть в латвийских законах нет ни одного пункта, где бы были разные права у людей в зависимости от национальности. Разные возможности от знаний это есть. Есть единственный пункт. Приоритет у латышей. Из любой точки мира он может переселиться в Латвию без всяких на то дополнительных причин. Ему не нужно ни жениться, ни бизнесе заводить, ни деньги вкладывать в нашу экономику. Вот как-то очень уж были такие типичные условия созданы для сохранения своей национальной идентичности в советское время. И часть населения не хочет это терять. Это понятно по-человечески. Для кого они были созданы национальности в Латвию? Считая себя русскими или русскоязычников, сейчас говорят русскоговорящим, можно было без проблем жить. Понимаете, какая вещь? Так это было единственное государство? Да, да. Это было единственное государство. И вот в этой ситуации люди хотят сохраниться. Нет, они просто... Нет, нет, подождите немножечко. Вопрос заключается, что они хотят сохранить. А что они хотят сохранить? Дело в том, что насколько я знаю, то были латвийские школы и были все коммунитарные институты. В латвийском университете есть четырех, то есть там латвийский язык. Я немножко ничего сказал. То есть я не очень понимаю. Я сейчас не... Вот именно понимаете, вот вы... А я вам объясню. Я не сказал сейчас о положении латвического языка. Я сказал о положении узкого. Я понял вас. Но теперь мы... У него был полный приоритет. Я понял вас. Теперь так. У него был приоритет? В чем? В том, что без латвийского можно было обходиться вполне. Согласен с вами. Здесь, получается, без латвийского сейчас обходиться невозможно. Но... И это вызывает протест. Да. Нет, протеста никакого нет. Но вопрос сейчас заключается в том, что многие считают, что тогда латвийский язык не танцевал. Я знаю многих людей, даже те, которые приехали сюда. Вот. И они в полной уверенности, что здесь нельзя было говорить на латвийском языке. И образования не было на латвийском языке. Но это же не правда. Здесь же получается все. То есть одно время было так, что русскоязычные, как говорится, имели, как вы говорите, преимущества. Хотя национальные кадры всегда, ну, как бы, имели преимущества относительно русскоязычные. Да, следствием ты мог работать, вопросов нет. Но дальше тоже были приоритеты. Архитектурно-строительные институты были на латвийском. Академия наук. В смысле художественная на латвийском. Факультеты химические. У меня это самая знакомая физико-математическая. Из них три куска. Латвийский, один только русский. Понимаете, в чем дело? И это все забывают. А на сегодняшний день все это образование. Ну, вышел, а уже нет. И дальше. А люди говорят, как же так? То есть тогда, как бы, мы жили вместе и все же не способствовали развитию. Ведь больше пятидесяти... Вот есть сто канонов культуры ватвий, да? Знаете, сто канонов, которые есть. Ну, вот, что является самым выдающим сопротивлением ватнической культуры. Но из них больше пятидесяти процентов создано в советское время. Да. Единственный канон был во время нацистского управления в 41-й послал. Еще одно военное время было. Вот это вот, 43-го года контакта. Девсы, да, взаимоделы. Да, смотри, своя земля правительная. Понимаете? То есть здесь, здесь вопрос заключается в чем. Как раз это и было в протестном процессе власти. Ну, собственно. Вы очень уместительно говорите. Ну, понятно. Ну, это взгляд. Да, это мой взгляд. О, и речь. Это вообще община. Да, субъективно. Да, субъективно. Я сейчас, конечно. Здесь, понимаете, в чем дело? Я сейчас не от общины говорю, я от себя. То есть, понимаете? Ну, все равно в общине людей и мнений. В русском. Добро пожаловать русский мир. То есть там тоже. Там разнообразная культура, разнообразная... То есть это же не этнос. В этом этническом запоминном. Этнос – это сферическая этника. Вот премия. А нация – это с родинского. Она еще. Нация. Государство переводится. И мы сейчас говорим, что вот еще не является этнической как таковой. Это уже давно сложившаяся нация. На основе своей истории, на основе своего языка, на основе своей культуры. Так же, как и русский, не является этносом, как бы, таким. Да? Это сложившаяся тоже культура, которую... Хотите дефинировать, к кому мы можем сейчас обращаться, если говорить по-русски? Ну, это, в смысле, называется. Я бы свое мнение сказал по этому поводу. Ведь, как говорится, это ужасно, когда говорят о людях второго сорта. Причем это уражение появилось и используется именно не с латышской стороны. Вот. Это как аргумент, используется как аргумент, подтверждающий свою дискрименированность второго сорта. Так вот, я к чему это говорю? Что я на четыре сорта, якобы, так сказать, могу разделить людей в своем представлении. Что есть люди, которым вот наша беседа даже не нужна. Ну, естественно. Они, сохраняя свою идентичность национальную, причем это не только русские могут быть, они полностью осознают ситуацию адекватно. У них спор с ответственным государством на эту проблему, нет? Кстати, государством мы здесь ходить не собираемся. Да нет, я не спорю. Мы с вами не спорим ни с государством, ни кем. Мы разнимаемся точками зрения. Спора здесь никакого нет. Так вот, есть одна категория людей, которые в наших учащихся пакетных преседах не нуждаются, послушают и спорить, им не будет ни о чем. Есть другая часть, противоположенная. Это фанатики империи. Может быть даже фанатики коммунизма. А почему? Ну, есть такие люди. Вы считаете, таких нету? Которые уверены, что коммунизм это лучше, и что в составе России нам было лучше. Было лучше, не было лучше, а было правильно. Ну, не будем отрицать, что есть такое, да? У нас есть такое. Сколько людей стоит? Только так, да? Есть даже люди, которые понимают всю ошибочность этой ситуации, этой позиции. Но на этом делают свое благосостояние. Полностью сознавая, есть такие, да. Пользуются поддержкой этой части. И самое главное, с кем мы должны поговорить, это с людьми, которые не до конца понимают позицию латышской части общества. Если бы они поняли, может быть большая часть из них и приняла. Что понять? Я с удовольствием пойму, вот что понять. Я-то предварительно это раскладываю. Да. Об этом поговорим. Что понять? Да. Вот что я должен понять, я пойму с удовольствием. Я сартикулирую. Я не закончил мысль. И поэтому они, на всякий случай, поддерживают именно фанатиков империи. Да. Ну зачем? Там делятся, там делятся. Нет, нет, нет. Я понимаю, что это не всегда так и не все так. Ну вот так. Вот хотелось бы, чтобы на своем недопонимании они не поддерживали фанатиков империи. Получается, что в результате, вот о чем мы, по деталям мы еще углубимся, а что в результате, я хочу вернуться к этой последней борьбе. В результате есть бойцы против империи. За империю. Против. Против. Против латвийского государства. Слушайте, минутку. Под фанатиками империи вы имеете в виду тех людей, которые практически говорят, что там было лучше, и они против независимости в адрес. Ну конечный итог вашего, ну как бы, осуждения. Кто-то против фанатиков империи. Чтобы вы поняли. Вы помните. Есть люди, которые нравятся в то время? Вы помните. Они были моложе, трава зеленее, их девчонки любили. То есть, это не значит, что он фанатик империи. То есть, поймите правильно. А что вы имеете в виду фанатик империи? Вы помните, после первого съезда на Рома-Фронта, через некоторое время был первый съезд на Рома-Фронта? Нет, ну я, нет. Я поднимал первый форум на Родов-Латвии. У меня есть этот первый форум на Родов-Латвии. Это был вопрос. Это Горгунова-Бригасбаус, где обвиняют СМИ, средства массовой информации, что они раздувают межнациональную рознь. Я смотрю, прошло сколько лет, и теперь 30 лет спустя интернет, что они раздувают межнациональную рознь. Так вот, что я хотел подчеркнуть, что противодействие было огромное. Такой же съезд как Рома-Фронта, такой же съезд был интерфронта. Перечисление одних организаций общественных, которые туда вошли, на пальцы крупные не хватит. И все эти люди, частично, конечно, изменилось свое мнение, но их лидер сначала, это была такая у у них эволюционный рост. Сначала они боролись за коммунистический, социалистический выбор и за СССР. Проиграли. Понимаете? Сами стали капиталистами, предпринимателями. Уже это все забылось. Потом они боролись против вступления в НАТО в ЕС. Проиграли. Сами избираются в структуру ЕС. Понимаете? И используют ЕС против государства. Как можно использовать ЕС против государства? Пользуются мандатами ЕС. Что вы имеете в виду? Пользуются мандатами ЕС против государства. И представляют в ЕС интересы соседней нашей бывшей империи. В ЕС представляет интересы бывшей империи. Да. Есть такое? Есть такое? Достаточно. Вот. Значит, к чему моя тирана? Есть ли большая часть избирателей, которые голосуют за это распорничество внутри государства, все-таки поняла происходящий здесь процесс в национальном вопросе? Потому что по экономике, по другим проблемам всегда будет разногласия, всегда будет борьба и всегда будет поиск лучшего. Но в бессоциальных отношениях мы должны ввести консенсус в основном. Останутся фанатики, чьё сопротивление надо просто преодолеть. От недопонимания, от того, что не было 30 лет определенных разговоров, они основную поддержку создают этим лидерам, которые в душе-то остались и про коммунисты, и про имперцы. Только об этом сейчас не говорят. Сейчас они ищут другие поводы, чтобы он сбодораживает народ и повесил с собой. Когда эта борьба не станет столь значительной, тогда и внутренние проблемы будут решаться лучше. Потому что когда на каждых выборах латвийские избиратели смотрят по технически настроению, за кого проголосовать, для него главный выбор не проголосовать за партию, за которой он предполагает прячутся в кремлевские уши. А остальное уже уходит на второй план. А нужно сосредоточиться на этом всем остальном, чтобы кремлевские уши нам не угрожали. И это зависит уже от избирателя. А для этого мы должны понять друг друга в своей среде и как можно большую часть населения переубедить, что за кремлевский уши этого слоя не стоит. Когда мы начнем решать свои проблемы? Более тщательно. Я понял. Я понял вашу мысль. Теперь я хочу привести мысль в другую. То, что вы сейчас сказали, то есть что вы понимали тоже. Вот то, что я сказал, что во времена Советского Союза были в артическом языковом обучении, а потом на один год больше надо было знание русского языка. Но обучение происходило в новом артическом языке. То, что высшее образование, многое вообще были, я говорю, что вот эти гуманитарные вузы не были только новом артическом, то есть как его поддерживали, предусматривает то, что я вам скажу честно, так видно. Может быть, как представитель большого налога, я, честно говоря, не понимал тогда боли и ощущения, когда ты в меньшинстве. Понимаете, в чем дело? Возможно, не доходило. Где-то было, косвенно видно было, что холодок есть, где-то так. Хотя, конечно, национальные банки еще тогда, что сейчас покажут, что это основной показатель. У нас не очень упали, 16%. И сейчас вы чувствуете, что это вернулось к вам? Нет. А теперь, да, я согласен с вами. А теперь... А я не согласен? Да, нет. Ситуация... Минуточку, минуточку. Ну, это не со словами. Нет. Вот это... Это не есть. Стоп. Вот вы ночью, я продолжу. А там вы уже будете отценивать себя сами. Конечно. Теперь я оцениваю так. Я не понимал этого. Я не ощущал. А теперь я ощущаю на себе, когда русский язык стал иностранным. Когда школы закрываются, все переводится. Вышенного база не вообще не осталось никакого давно. И я смотрю. Так вы же это делаете сознательно. Вы же понимаете, что вы сейчас творите от меня, от меня, от меня, русское национальное меньшинство. Здесь Россия, она там. Я не противостояние. И здесь уже не Россия за русское национальное меньшинство, а международное ответственность. За его существование. Его, ну, как бы, здесь существование. И я не говорю хотя бы сохранение, да. А теперь вы. Вы к вам отдастся. Вы руководите государством. И теперь ответственность лежит на вас. А вы хотите это дело, как бы, тут... Я хочу приезжать. И я хочу сказать, что вот это вот... Здесь два вот этих момента, когда вот... Оно, конечно, воспринимается немножко как мягкое давление красиво. То есть, я честно скажу, я уже бы никогда так не поступил больше. Потому что я имею сейчас опыт такой. Я понимаю, как тебе тяжело. Понимаете? Всегда опыт сырно-ошибок трудный. Поводко говорит теории. Но когда ты на своей шкуре это почувствуешь, это совсем другое дело. И поэтому здесь, конечно, вот в этом плане есть такой маленький нюанс. Я хочу подтвердить вашу мысль, что латвийское государство поступает сознательно. Кстати, я тоже согласен. Это делается сознательно. Но... А какая цель конечная? Очищение матери? Одна минута. Сознательно делала и советская власть. Только она об этом народу не говорила. Воспитание советского народа? Я сам по телевизору слышал речь прежнего на очередном съезде, когда он отчитывался о достижениях. И одно из достижений было, что постепенно стирается различие между национальностями и образуется новая социальная общность, советский народ. Это одно из достижений советской власти. Стирать различия между национальностями. То есть это сознательно делалось наверху, а люди, приезжающие сюда и чувствующие себя, что в скорбь скромности, что в долгу пился одинаково, они этого не сознавали. И они бессознательно выполняли работу, которую им молча поручалось, как и ПСС. Так получается, я внутрированно говорю. То есть это было плохо. И что получилось в итоге? Сравним, о Минкельтяте мы говорили, Литовском и Латвийском. Люди, переезжающие на постоянное место жительства в Литву, в советское время тоже полностью осознавали, что без погружения в литовскую языковую среду они там ничто. Даже дети военных, которые жили там временно. Мне приходилось работать в одной бригаде с белорусами, чей отец служил и на севере, и в Монголии. И под конец попал в Литву, и там на пенсии, и там достался. Он ходил в литовскую школу. Он с литовцами, не то что там по-литовски без акцента, он на акценте своей области. У них там есть различия. Шпарит. И когда я ему говорю, что в Латвии есть люди, которые борются за право, не знать. То есть есть это люди. Но это пошло 30 лет. Ну поймите правильно, экзамены сдаются сейчас одинаково. Это как одно язык, что учениками в Латвии, что это билинглая. А с какой это кровью, с каким это напряжением, с каким сопротивлением? Понимаете, этому белорусу было непонятно вообще, почему такой вопрос в общественной? А какое сопротивление вы говорите, о чем сопротивление? Начиная с первого съезда интерфронта. Подождите, прошло 30 лет. Мы сейчас сидим, сейчас не 1989, а 2019 год. Да, я сам мысль не закончил. Люди, приезжавшие в Литву, полностью это осознавали. И в результате у них, как я говорил, в троллейбусе два нелитовца могут не понять, что они нелитовцы. В Латвии менталитет был такой, что латыш не станет напрягать, тем более в советское время, после репрессии и прочего. Человек русскоговорящий, он лучше сам на русский перейдет, разговаривать с акцентом. Здесь и Пенша, что я говорил, его эпопея, все это сложилось в такую ситуацию, что различия большого между жизнью Латвии и Псковской губернии не должно у людей. И сейчас ситуация возвращается не потому, что кто-то хочет отомстить, а потому, что надо вернуть. Что? Что является создатом возврата? Ну вот я привел, чтобы мне не сказал, что это вопрос очищения. То есть вы очистились от немцев, очистились от немцев. А еще сейчас мы очистимся от... Ну не знаю, вот такое убедение. Теоретически нет. Вы не уловили начало моей терапии. Я уловил. Переезжая в Литву... Я уловил. Как и сейчас, переезжая в Германию, в Англию, в Испанию, человек полностью осознает, что без погружения в эту среду он там мало кто. И он даже может не надеяться сам полностью погрузиться, но надеяться, что дети выучатся и будут британцами, германцами, не немцами, но даже на Германии там полноценными жителями, да? Или Испании или других государств Франции. Это осознание. Ну и сейчас осознание есть. Ну кого-то нет, но это единица. Вот остатки этого неосознания до сих пор мешают нам понять. Минуточку. Давайте так. Сколько этих остатков? Если бы тогда... Я с одним из них разговариваю сейчас. Если бы тогда, понимаете, переезжая в Матберево, полностью осознавали, и советская власть бы это вам доходчиво объяснила, что вы переезжаете на другую национальную территорию, другую национальную республику, у которой даже право на отделение Конституции СССР было, якобы, то вы сегодня бы не обижались на то, что вас заставляют интегрироваться. Нет, никто не обижается. Вы бы тогда... Никто не обижается. Минуточку. Вы не к тому обращаетесь. Есть здороверов. У меня не обращались все остальные здесь. А вы сейчас мне рассказываете, что я сюда приехал. Сейчас и до этого доберемся. То есть вы другой предмет для разговаривания. Нет, нет, нет. Этот очень важный момент. Какой? Когда люди, осознавая то, что им придется погрузиться в другую среду, при переезде, они делают выбор. Согласные с этим, переезжают, пытаются погрузиться с тем или иным успехом. Несогласные не едут. Если я не хочу, чтобы мои дети учили английский и вообще бы отпечалились, я не поеду жить с семьей в Англию. Жизнь заставит. А если жизнь заставит, значит я должен согласиться с этим. Теперь мы 30 лет после советской власти боремся с этим несогласием. Которое должно было случиться. Согласие. Согласие. В момент переезда. Я не про Сарвера говорю сейчас. Про Сарвера вернемся. В момент переезда человек должен был на это согласиться. Он тогда не был вынужден с этим согласиться. Переезжает только в Латвию. В Литву вынужден. Поэтому он сейчас 30 лет. Никак не может с этим сбериться. Тем более при советской власти были все в Казахстане. А сейчас можно говорить. Можно бороться за свои интересы. Принимая их за права. Староверы тоже на этом фоне, извините меня, испортились. Когда они жили в своих закрытых общинах, они могли не знать латышского языка, но они понимали, что выходят люди без латышского, а тогда и без немецкого, он никто. Извините, у меня все знали латышский язык без эффекта, потому что заканчивая даже 6 классов, это достаточно образование. Совершенно справедливо. И сейчас все дети прекрасно знают латышский язык. А в результате 50-летнего советского управления изменилась ситуация. Ну это же закончилось 30 лет назад. И 30 лет люди помнят, что у них было право не ощущать языкового дискомфорта. Да кто это помнит? Понимаете, если я переехал в Грузию, допустим, или в Германию, не буду ощущать языкового дискомфорта, и останусь на своем родном языке общаться со всем миром, это значит дискомфорт. Я, честно сказать, ничего не хочу. Я хочу узнать, что вы от меня хотите. Сформулируйте, что вы от меня хотите. Кем я должен стать? Легко. Ну скажите, кем я должен стать, чтобы я вам понравился? Легко. Давай. Вы очень отлично знаете, должны во всяком случае знать, представители, сегодняшние представители потомков русской эмиграции, допустим, во Франции. Ну знаю некоторых. Я там не знаю лично никого, но представляю, как они живут и кто они. Ну, очень многие неплохо живут. Кстати, тот, который Дневскую культуру здесь сделал, это были Тиханийский и Масаковский, да? Ну, Дневскую культуру в Первой Республике. Масаковский, правильно фамилию говорю, умирает в 1939 году, а в 1940 году Тиханийского его репрессируют, он умирает в 1942 году в Северном Казахстане и Убаке. Ну, он бывший первогладец. Ну, знаете, в 1940 году же, если от них ссылали, то вторых первогладецов просто уничтожали. В принципе, мы… И дело в том, что я хочу сказать. А вот его супруга с двумя детьми уехала во Францию. Так вот, когда мы открывали памятник… Ну, не я имею в виду. Открывался памятник Тиханийского и Масаковскому, да, здесь, на Акас, по-моему, на улице, то приехал внук. Внук Тиханийского из Парижа. И он, оказывается, тоже уже состоявшийся человек, и все. Он потерял свою успехотечис? Вы знаете, нет. Нет, потому что он, по-моему, стиран был в Баре Франции, а после этого он стал священником в храме Александра Невского в Париже. Он не ассимилировался? Практически нет. Практически он не ассимилировался. Но интегрировался. Ну, естественно, все интегрируются, да. Но дело в том, что… Мы ответили на ваш вопрос. Да, я понимаю. Но дело в том, что одно дело, он туда переехал, и, как вы правильно говорите, он эмагрировал. А второе, когда человек сидел спокойно, как говорится, смотрел телевизор, да, и сидел спокойно. Сидел, смотри, вот, вот, в холодильнике, как трава, пиво на месте, и ванной вместе. Выходит из подъезда, а у него сторона уехала. Да. Понимаете, он выходит в другую сторону. Естественно, он получает страшный шок. И он не понимает, за что его тут бил. Потому что… Даже за что он убил. Он пригрелся при советской власти. Нет, нет, нет. Поймите правильно. Здесь вы не путаете. Потому что здесь, я же помню, когда и бабушка, и царствие небесное. Я имею в виду только на самом деле. И они рассказывали, какая жизнь была в Риге и везде, при Ульманисе и Бреге. И в первой республике. И когда… Понимаете, в чем дело? И учились в русской школе они. Потому что, согласно закону 19-го года, был закон о национальных меньшинствах. И был русский отдел, который возглавлял, кстати, Юбатов. Профессор, понимаете? Что говорили? То есть, здесь отношения и русский язык не было иностранных. И поэтому, естественно, я не понимаю. То есть, почему это так? То есть, вы считаете, что много русскоязычных? Хорошо. Нет, нет. Что-то. А я вам скажу, сколько. Здесь вопрос заключался. Много русскоязычных? А я встал. Это совершенно не важно. Не важно? Не важно, сколько. Не важно, сколько. Это было важно, когда принимали все эти решения 30 лет назад. Сейчас это не важно. Только почему тогда продолжается? Зачем сейчас тот консенсус, который в 2004-м был достигнут в вопросах образования, сейчас наушен? Один момент. Когда все уже практически было, оставалось маленькое толико вот этого на русском языке образования, которое коснулось практически точных наук. Что-то традиционно разделяет менталитет, где латышские школы больше в коммунитарии, а русскоязычные больше это. Так вместо того, чтобы дополнять друг друга, развивать страну, мы начинаем дариться друг другу. Зачем это было? Зачем надо было вот сейчас тот консенсус уничтожить, который был во время 2004-го года? Смысл? Я вам скажу. Скажите. Скажу. Сначала вернусь к следующей вашей мысли. Вы разницу все-таки чувствуете в международных отношениях? Что было до советской власти? Вы говорите, было многоязычие. Да? Да. И во время советской власти. Да. Давай языка. Немецкий и русский были на уровне национальных меньшинств. А разница в советское время была с предыдущими? Ну, мне трудно сказать. Я не живу тогда. Но бабушка с мамой и все говорили, что, конечно, разница есть. Хотя и в Первой Республике был экономический кризис. И бабушке Ценство Небесное. То у них бабушек гонялась торфом, потому что надо поможать. Мы национальные проблемы обсуждаем. Национальные проблемы тогда практически не существовало. Потому что учитывались интересы национальности. Вот отсюда хватит называть. А пришла советская власть и эти интересы перестали учитываться. Ну, то же самое, как учитывать, а вы продолжатели советской власти. Потому что вы сейчас тоже не учитываете национальные интересы. То есть тогда не учитывалось было плохо, а теперь не учитывается. Это хорошо. Тогда было в создании советского человека, а теперь в создании его дыша. И то, и то прекрасно. Мы можем не перепрыгивать. Для вас да. Для меня нет. Мы можем не перепрыгивать через мысли. Через мысли нет. Не перепрыгивать. А подряд. Подряд. Понимаете? Все-таки атмосферу, языковую среду советская власть исказила сильно. Против того, если бы была ситуация так, что осталась властью после разрушения царской империи. Она бы такой и осталась сейчас. А сделанное при советской власти нужно было исправляться. Но дело в том, что при царской империи в четырнадцатом году здесь тоже было очень много разных национальностей. И вы даже не составляли преимущество в Риге. Тогда в четырнадцатом году мы. А вот после того, как немцы семнадцатого и семьсот тысяч фактически бежатся вкусом и всего, вынуждены были уйти, конечно, война здорово изменила ситуацию. И вот тут мы ключевую мысль должны понять. Как я уже сказал. Если бы ситуация была, оставалась такой же, какой после первой новой войны она и была. При всей этой смеси народов в Латвии. Но без советской власти. Она бы такой оставалась до сих пор. Ну давайте вернемся к началу. Это важный момент. И мы ничего не поймем, если не разберем этот момент. Все искажения произошли. Из-за них мы сейчас дискуссируем. Именно во время советской власти. Искажения произошли постсоветской власти. Потому что здесь почему-то все подумали. Дело в том, что… Вот опять вы перешли. Да, да. Я вам хочу привести пример. Сколько было нацменьшинств во время первой республики по переписи 35-го года? Процент. Я вам уже сказал. Теперь я объясняю вам. По переписи она никогда в Латвии не была мононациональной. Правильно. Да, потому что по переписи 35-го года в Латвии существовало 26,3% национальных меньшинств. То есть больше четвертых. Я не совершаю. Они были, конечно, разные. Там были немцы, евреи и русские. И естественно, что русских было 10,5%. А евреев и остальные были 14. Я не помню. Извините меня, пожалуйста. Сейчас национальные меньшинства у нас 35%. Последние переписи 1,9 миллионов населения. Принципиальной разницы, что она не мононациональная, нет. Но поведение не длитой, соответствует тому, что якобы она мононациональная. Я совершенно не говорю о национальном составе. А вот о чем мы тогда говорим? Не о национальном составе. О чем мы говорим? Единственное, о языковой среде. В официальной сфере. В официальной сфере. На территории государства. Так она давно уже на латышевой официальной сфере. Она будет не угрожаемой для латышеского языка тогда? Когда? Когда пойдут первые выпускники. Она будет не угрожаемой тогда, когда вы сами решите, что вы не угрожаемые. А можно самого себя бояться до посинения. Бояться? То есть вы будете, вы понимаете в чем дело? Этот страх он естественный или он надуманный? То есть это оправдание тех своих действий или что? Ведь человек боится не потому, что ему страшно, он иногда и сам. То есть я не могу понять, что должно произойти, чтобы перестали бояться. Вот что будет тем моментом, когда вы скажете, что нет, а вот тебе не страшно? Теперь уже не страшно. Ну так и все тогда. Теперь уже не страшно. Тогда зачем надо было... Страшно другое. Страшно другое. Что сохраняется сопротивление тому, что... А что сопротивление? А сопротивление чему? Вот вы чему сейчас сопротивляетесь? Да я ничему не сопротивляюсь. Я возмущен кем. А вот возмущению вашему нету оснований. Почему нет оснований? Я не могу понять, что вы от меня хотите? Ничего. Ну так и все. Восстановление языковой среды. Что значит восстановление языковой среды? Поговорим об этом. Нет, давайте что значит поговорим. Ну я хочу говорить конкретно, понимаете. Что значит восстановление языковой среды? Да что это такое? Чтобы все жители Латвии, все жители могли полностью себя реализовать весь свои все свои таланты в среде государственного языка это большое преимущество у латвии если они смогут реализовать себя и на других языках но они не будут латвийцами полноценными латвийцами если они есть если на латышском языке они этого сделать подождите минуточку вы понимаете вас портится с этой мыслью я специалист по атомной энергетике транспортный реактор вы знаете сколько прошло какая есть по атомной энергетике на латышском языке кодов реактора 30 страниц вы думаете я смогу быть специалистом по атомной энергетике на латышском языке позвольте мне подорогу да вы помогли мне с одним аргументом вы сейчас дали мне в руку очень хороший какой аргумент ну он конечно сюда будет дело в том что я еще раз говорю что я же не спорю что жить в латвии и не знать латышского языка и культуры невозможно ты не можешь не уважая своего соседа своего коллеги позвольте рассказать за что я пожалуйста но а вот надо чтобы все что вы знаете по атомной энергетике существовало и на государственном языке это невозможно государства латвия это невозможно даже финны делают технические вузы на английском сразу потому что представители сколько монографии выпускается сколько всего и мы не можем переводить все власти на поэтому здесь здесь есть вещи которые гуманитарные вещи в финляндии преподаются на матыш на финском языке потому что сократа и аристотеля уже достаточно один раз перевести другого не будет в технических областях сожалению новшества появляется все время и они переводятся и и маленький момент чтобы все поняли маленький момент вы действительно будете на острие науки где-то погружен в другие языки но если вы при этом получили образование основное на латышском то в вашей голове натвийской состоится если не будет книги по этой цели на латышском вы ее на английском выучили то для вас она в голове и на на латышском вы поймите правильно вы тоже сейчас сказали вы говорите как ассимилятор если я начинаю думать по-латышски не надо что вы сказали кого то есть не надо убить эти вещи вы пудаете давайте опять вы должны воспринимать человека в отделе путать а я не буду думать дело в том что когда вы вот говорите по латышски и и уметь автоматом переводить на латышский это разные вещи нет 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 вы сказали что сразу в голове как чтобы понимали я это не уведу и я еще для вас чего не составляет труда эдуард вы не поняли опять же вы сейчас вот вообще в человеке есть два человека вы вот сейчас со мной говорите многое что и сами когда вы говорите вы советуюсь говорить с кем-то вторым человеком своим вторым я эдуардом шнепсом который внутри я целый пол семена на эту тему с кем мы говорим когда мы говорим с самим собой вы же оцениваете обстановку меня окружающую среду вы оцениваете людей оцениваете советуюсь со вторым я который находится внутри себя если вы этим самим я советуюсь по латышки это правильно но живут лишь ваш родной язык латышки латышки да если я советуюсь самим собой я советуюсь по русски за ним с тобой внутри если я начну с самим собой внутри по латышки советоваться то значит я уже латыш понимаете очень все просто очень все просто если я знаю латышский язык то конечно я перевод но перевожу я внутри все равно на русский потому что есть нюансы понимаете в чем делать французский а вы хотите что сделать французский мигрант русский русский мигрант из франции на каком языке сейчас думает как вы думаете скорее всего я думаю что трудно мне сказать но скорее всего я не спрашиваю тут я с вами должен согласиться в одном месте проживая вне своего национального государства или вне своей национальной автономии в нескольких поколениях всегда есть опасность на каком-то этапе изменить свою национальную еду всегда я не вижу здесь опасности дело в том что если человек решил так это его свободная воля совершенно справедливо но для сохранения своей детальности проживая вне своего национального государства нужно предлагать дополнительные усилия дополнительно учить детей самому не забывать на первом этапе дополнительно предлагать усилия чтобы погрузиться в местную языковую среду а потом предлагать усилия чтобы потомки не забыли свою русскость украинскость или грузинскость да вот мы вокруг этого и боремся а а зря бороться и не надо потому что уважать друг друга вот именно и слушать друг друга понимаете в чем дело что получается сейчас разойдемся националисты разных национальностей между собой не ругаются интернационалисты не могут никак понять ни одну национальность советского броса особенно у нас есть еще поговорить что мы тут хотели немножко про выборы и прочее как главное мы зацепили если меньше люди будет голосовать за силы которые маскируют свою про советское спектак про имперскость то скорее наведется порядок еще одна проблема сказать хотел сказать матрии это уже не национальная которая потом будет решаться наверно нужно решать пока нет никто не знает как это наша нестабильная многопартирная система хуже что все они не знают кто левые правые и лидералы а это довольно стабильно то есть как они голосуют а голосовать и второе очень я хочу сказать одно пока мы не поймем что мы должны уважать каждого избирателя и все остальные тоже они имеют право на свое существование и работать надо уметь со всеми на богатые вот это самое основное ошибка государства что он не работал 30 лет да нет я бы не сказал работал мы не стоим на месте мы развиваемся экономика получается на чем всегда желательно лучше на чем основывались наши противоречия на высказываниях ультра радикалов с одних из других сторон с одной стороны ультра радикал что-то сказал с другой стороны а государство посередине делала все верно но она не разговаривала с людьми я вам хочу честно сказать нам надо самим разговаривать руководителю всегда очень тяжело это огромная ответственная работа и я не завидую честно говоря я их уважаю но я понимаю насколько это сложно мы еще встретимся спасибо вам я был очень рад спасибо это благодарю спасибо зрителям я тоже спасибо за просмотр Продолжение следует... Продолжение следует...